Всем здарова, друзья! И хочу сразу выразить большое спасибо за то, что смотрите мои видосы. И так хорошо лайкаете. Видимо, очень сильно хотите предложения. Ребят, будет большая просьба. Перед тем, как мы начнем это видео, это крайнее видео по аганимам на 85-й карте. Поэтому давайте попробуем набрать 1000 лайков. Вот серьезно. 500 лайков вы набираете просто меньше, чем за сутки. Давайте попробуем набрать 1000, и тогда я выпущу видео по всем предметам на 85-й карте, которые нужно собирать, как их собирать и на кого их собирать. Поэтому давайте, ребятки, все зависит от вас. Посмотрим на активность и давайте смотрим первую тему, которую мы будем тестить. В общем, что касаемо Леорика у нас тут. Что у нас было с Леориком, ребят? И тем 300 собираем, а гоним на Леорика и будем пробовать у нас, соответственно, под ультом Леорика, накинуть на кого-либо крест. Давайте, это будет просто без разницы. Хоть это будет Кунка. Вот так вот делаем. Так, в общем, будем сейчас смотреть. Ребятки, выживет ли у нас Кунка во ОЕшке. Поехали. Сейчас прокачиваем крест. Проходит буквально 4 секунды. Кидаем. Сможет ли он прожить? Нет. Нет, никак. И вторая тема, которую мы будем смотреть, это... Давайте посмотрим, как чел там писал, типа, сразу если бахнуть в яйцо его. Типа, я думаю, все равно не получится. Все равно не получится. Сейчас вот зачекаем, ребят. Нет, он, видите? Вы видели? Микромомент. Сейчас этот микромомент покажется. Что Кунка вылез, как бы с яйца, но все равно сдох. Ребят, не работает никак, не засейвить. То есть, если уже суждено персонажу умереть, он будет умирать. Так что, вот так вот, ребятки. Что ж, поехали тогда по агонимам? Погнали. Итак, ребятки, а первый же персонаж, на котором мы будем собирать агоним из таверны интеллекта, это у нас будет ЦМка. Что же будет улучшать ей агоним? Ребятки, давайте сначала почитаем, как обычно, а потом уже приступим ко всему остальному. Вообще, смотрите, у нас повышается дэмэдж и слоу в АОЕ. То есть, ЦМка у нас, когда ультует, больше идет замедление и, соответственно, больше получает дэмэджи наши enemy юниты. Давайте посмотрим, сколько у нас тут написано. 250 на ласте, но при поднятом агониме 310 на ласте. И это даже очень неплохо. То есть, смотрите, там же, знаете, как оно работает? То есть, льдины падают. Во второй доте это так, именно льдины падают и дамажат 310. То есть, у ЦМки сам по себе ульт такой, можно сказать, рандомный. То есть, видите, вот эти вот, когда вот эти льдины падают, тогда именно наносится 300 дэмэджа. То есть, а касаемо замедления, замедления будет в 2 раза больше. В общем, вот такой вот агонимчик. По эффектам у нас, у нас на самом деле красивый эффект. Сразу можно отличить, что ЦМка у нас с агонимом. И давайте, наверное, посмотрим все же по замедлениям. Ульт у нас в единичку. Посмотрим замедление, которое вешается. Ну, такое среднее замедление. Сейчас кинты, наверное, будут возвращаться. Нет, или они умрут просто? Они ревнут? Умрут. Давайте посмотрим сейчас, какое же у нас будет замедление. Так, в общем, отводим наших фурболгов. Ультуем. И будем смотреть, какое будет на них замедление. Ну, замедление... Кто-то подписывается? Спасибо за подписку. Видели замедление какое? Ну, примерно где-то 70% замедление. И сейчас мы будем смотреть это замедление с агонимом. Давайте выведем же персонажи наших лесничков. Тайм 6. Вот так вот сделаем. И надо, чтобы отходил у нас тролль и ультовать будем. Так, ультуем. Смотрите, какое дикое замедление. Намного больше становится. Даже, ну, процентов, наверное, под 90. Как бы не больше. То есть это очень даже неплохо. Если учесть тот момент, что ЦМка в основном, уже если это будет ЦМка в лейте, будет стоять в БКБ и ей никто не сможет сбить ультимейт. Это просто смерть. Она кастует этот ульт 10 секунд. Вы представили, сколько это может нанести демеджа? То есть примерно по 310. 300 умножить на 10. Это 3000 урона. Это минимум 3000 урона. Если добавить туда дискорды, то есть это будет просто нереальная тема. И... Многие просили еще кое-что затестить. Давайте это затестим. Многие у нас просили затестить. А что же будет, если Найкс возьмет ЦМку, которая в ультимейте? Давайте посмотрим. Сделаем это через шифт, потому что я не смогу, когда я возьму персонажа, не смогу им управлять. Потому что я сижу один в лобби и как бы вот так. Ну что ж. Погнали. Делаем вот так вот. И... Ультуем. Нет, ульт прерывается, ребят. Ульт прерывается. Видели? Ульт прервался. Поэтому смело могу заявить, что это фишка. К сожалению, не работает. ЦМГ выходит и дальше кастует. Давайте посмотрим еще раз эту тему. Что ж, погнали. Ультуем. И ульт прерывается. К сожалению, ребят. К сожалению, ульт прерывается. Ну что ж. Поехали на следующий аганим тогда. Эту фишку небольшой проверили. Посмотрели на ультимейт ЦМГ и погнали дальше. Следующий персонаж у нас на очереди, которого мы обозреваем с аганимом. Это у нас энчантерс. Что же ей будет давать аганим? Давайте посмотрим. Во-первых, аганим ей дает, как видите, такой красивый эффект, ребятки. Это первый момент. Второй момент. Вообще, аганим у нее, в принципе, ультимейт у нее ничем как бы не делает лучше. Другие спалы тоже остаются такими же. Но сама фишка аганима у нее, соответственно, это добавление рейнджа, ребят. Рейндж у нас становится 740. Рейндж атаки именно. То есть, наш персонаж сможет намного дальше атаковать. То есть, 740, как видите, отсюда она била. И вот там вот, вот там вот, ребят. Сейчас будет показано, как она била до того, как я собирал аганим. В общем, вот такая вот фишка. В принципе, ничего с 83 тут не менялось. Все так же. Поэтому поехали далее. Следующий персонаж, которого мы будем обозревать с аганимом, это у нас пак. Ребят, один из самых таких неприятных, на самом деле, аганимов у пака именно. Давайте посмотрим, что же он будет нам давать. На самом ультимейте написано, что у нас вырастет длительность и, соответственно, брейк дэмэдж. То есть, знаете, типа, ну, ломаный дэмэдж, если бы дословно переводить, но это совсем не так. Ну, то есть, как бы я вам сейчас объясню, в чем прикол. Все мы знаем, как работает ульт пака. Пак ставит вот такую вот тему. И все, кто там, они привязываются. Вот. И кто выходит из этой привязки, получает дэмэдж и получает стан. Так вот, аганим наш увеличивает этот дэмэдж, брейк дэмэдж, то есть, когда мы разрываем цепь. И, соответственно, увеличивает длительность. Давайте посмотрим, насколько же что у нас увеличивает. В общем, смотрите, инициал дэмэдж это сразу мгновенный. Это 200. Брейк дэмэдж 200. 3 секунды стана и 6 секунд длительности самого койла. Что же поменяется у нас при поднятии аганима? Давайте посмотрим. Смотрите, у нас добавляется брейк дэмэдж 300. Инициал такой же. Остается 4,5 секунды стана, если мы разрываем эту цепь. И 8 секунд сам дрейм койл длится. То есть, это, посмотрите, просто очень жестко. То есть, вместо 6 секунд стояния на месте, или же 3 секунд стана, если мы разорвем эту цепь. То есть, это очень много. Просто вот сами подумайте. 3 секунды. Что бы вы выбрали? Да, вот 3 секунды стана или 6 секунд стоять? Или же 4,5 секунды стана и 8 секунд стоять? То есть, разница очевидная, по сути. И очень даже мощный аганим, я вам на самом деле скажу. Но на 83 карте он, в принципе, такой же. Эффектик, как видите, тоже прикольный. И, в принципе, все по этому аганиму. Я надеюсь, я вам объяснил, как это работает. В принципе, я считаю, что аганим на паке это реально крутая тема. Потому что, либо персонажи 8 секунд будут бегать по кругу. Либо же получат 300 дэмэджа и будут в стане 4,5 секунды. То есть, следовательно, если пак прыгает в пятерых. И связывает всех дримкойлом. То, к сожалению, это, наверное, ГГ. Если там нету, конечно же, БКБшек. В общем, такой аганим. Поехали на следующие персонажи. Следующий персонаж, которого мы будем рассматривать с аганимом на 85 карте. Это у нас Чен. Ребят. Недооцененный персонаж именно на 85 карте. Знаете почему? Не потому, что у него там что-то улучшается. Да? Улучшается ультимейт, как на 83 карте. Знаете, да? То есть, смотрите. У нас что тут написано? Типа уменьшается КД. Да? Посмотрите. У нас КД 120 секунд. Раз в 120 секунд можно будет на 400 хитпоинтов выхилять своих тиммейтов. И раз в 120 секунд можно будет выхилять на фул весь свой зоопарк. Как говорится. Да? Все персонажи, которые мы приручили. Но, есть тут небольшая особенность. Во-первых, давайте возьмем аганим для начала. Смотрите. Во-первых, нам дается вот такой вот красивый эффект. Смотрите. Видите, да? Красивый эффект. И КД у нас на ультимейт становится 30 секунд. Но это не все, ребят. Это один из самых, наверное, дисбалансных ультимейтов. И есть связка с аганимом. Смотрите. Без аганима мы не можем приручить эншентов. Но это, в принципе, и так все знают эншентов. Как эншентов Чен не умеют приручать? Это так не работает. Но с аганимом у нас, тут, кстати, по-моему, ничего не написано. Мы можем приручать эншентов. То есть, чтобы вы понимали, ребятки. Сейчас там ничего вышло. Чтобы вы понимали, ребятки. С появлением аганима можно приручать эншентов. То есть, это настолько, мне кажется, дисбалансно, что это просто какая-то жесть. Давайте возьмем вот этого дракона еще. И просто сейчас посмотрим. Сделаем рефреш. И возьмем еще вот этого персонажа. То есть, чтобы вы понимали... Блин, этот флот вообще это такое беспокойство. Чтобы вы понимали, Чен с аганимом может брать эншентов с леса. То есть, посмотрите на хит-поинты. 1400 и 2000 хит-поинтов. Но есть еще один прикол с эншентами. Если мы возьмем с собой голема... Голем дает ауру на хит-поинты. Сейчас мы попробуем стакнуть. И посмотреть, будет ли тут голем. Если что. Надеюсь, это будет голем. Мы перебафаем. Переманим. Так, нет. Но, с к сожалению, не выпал здесь голем. Но у нас здесь аура. В общем, не суть. Не суть, ребятки. Сама фишка Чен с аганимом. Это вот переманивая вот этого скота. То есть, и... Одна из самых неприятных тем, которая может быть в игре. Это то, что этот скот реально очень тяжело убить. И посмотрите, в чем еще фишка. То есть, я сейчас бью Рошана тупо своими персонажами, которых я переманил. И, что самое жесткое, ребят. Что самое жесткое. Вы сейчас увидите и поймете, когда они немного похопают, мои персонажи. Все потанчили друг друга. Продолжается. То есть, как у нас на аганиме написано. На ласт левеле хилит 400 хит-поинта. 400 хит-поинтов, да? Но наших животных выхиливает 100%. Соответственно, если же у нас есть аганим, мы, допустим, можем пойти какую-то сторону сплит пушить на нашем лесе и идти дальше чьи ли где-нибудь в лесочке. И все такое. Когда наших динозавров, у наших прирученных персонажей становится мало хп, мы нажимаем всего одну кнопку и эти хп обратно восстанавливаются. То есть, понимаете, этих персонажей и так трудно слить. И я их еще просто за секунду просто могу захилить. У меня динозавры эти, блин, вы посмотрите, у меня эншенты убили Рошана. Просто убили Рошана. Без медалей, без ничего. То есть, представьте, насколько это мощно. Это реально мощно, ребят. В общем, касаемо этого аганима, ребят, тестите, смотрите. Голем останется на ваш тест, если вы возьмете голема и посмотрите, что будет. У него аура на повышение хитпоинтов. То есть, кто рядом с ним, у того будет больше хитпоинтов. В общем, ребят, вот такой аганим на Чена мощный, не так ли? Ну, давайте посмотрим просто уже других персонажей, потому что про Чена я очень многое сейчас рассказал, ребят. И просто смотрите и пользуйтесь. Поехали. Следующий персонаж, которого мы будем обозревать с аганимом, это у нас Котл. У Котла очень даже интересный аганим на самом деле. И немного изменены у него способности здесь. Я сейчас не зря делаю так, что он сейчас хапает. Ребят, я сейчас объясню, почему. В общем, давайте перейдем к самой теме. Что же нам будет улучшать аганим? Давайте пропишем аганим. Выложить мы его уже не можем. Когда получили его, это такой минус. Касаемо самого ультимейта, мы получаем бесконечную форму. Как вы знаете, у Кипера нажимаешь форму, и появляются два дополнительных скилла, и это, к сожалению, на время. Но с аганимом наша форма будет бесконечна. Это первый момент. Второй момент. Наш первый спелл также будет улучшаться. Видите, меня захилило. В зависимости от уровня первого спела, чем дольше этот спелл кастуется, тем сильнее, тем сильнее захилит нас и наших тиммейтов. Но это все работает днем. Днем. Кипер это дневной персонаж. Ночью, к сожалению, у нас этот бонус работать не будет. Именно отхил. Отхил у нас работать не будет. Давайте попросим, чтобы нас немного побили. Я покажу, что отхил не работает. Отхил не работает. В общем, давайте вот так вот примерно достаточно будет. Ночью этот отхил работать не будет. Это все будет работать только днем. Как видите, дэмэджем нанесся, но нас не отхилило. Но не обязательно, чтобы дэмэдж наносился и хилит. То есть, хилит днем. В общем, также появляется у нас такой классный бонус, как у Балана Ранучью, только у Кипера днем. Мы можем видеть как вард, но немного поменьше. То есть, поменьше в АУЕшке. Как видите, у нас обзор очень хороший. И вот в этом заключается как бы фишка Аганима на Котле. И плюс хил в драках. То есть, мы примерно перед хайграундом ставим вот здесь свой первый спелл иллюминейт. И начинаем драться. Идет заход на хайграунд. Соответственно, когда у нас по таймингу возможно персонажи будут драться и хапать, пойдет волна, продамажит энеми и захилит наших союзников. Вот такой вот Аганим на Котле, ребят. Я считаю очень классный Аганим. На самом деле стоит фирст пика по айтемам. Стоит именно берешь Аганим, берешь гем и идешь просто кошмарить всю карту, снимаешь варды и вообще просто можно сказать выиграешь игру в соло. Так, персонаж сам по себе тоже очень хороший, ребят. Так что пробуйте, играйте и наслаждайтесь этим Аганимом. А мы пойдем смотреть следующее. Итак, ребят, что ж, следующий Аганим, который мы будем обозревать, это Аганим на Зевса. С 83-й карты в принципе ему ничего не изменили, не добавили никаких Нимбусов, кто в курсе, тот знает. К сожалению, все так же работает у нас ультимейт с Аганимом, повышается просто дэмэдж. Все мы знаем, как работает у Зевса ульт, и кто не знает, окей, бьет он по всей карте. Ладно, прикол. Смотрите, наносит 475 дэмэджа без Аганима, но с поднятым Аганимом он останется 640 дэмэджа. Ребят, 640 дэмэджа. Калдауны остаются те же самые и Монокос соответственно тоже самое. Также дает очень красивый эффект, мне нравится. Сейчас вот этот Пурги, как будто это рили прикольно выглядит. Что ж, ну давайте затестим насколько же у нас много будет даваться дэмэджа. Давайте убьем эту Венгу. Смотрите, давайте бахнем с Аганимом. Посмотрите, 450 хитпоинтов осталось. минус давни и ультанем без Аганима. И 576. То есть разница ощутима, ребят, почти в половину раза наш Аганим, наш Зевс бахает сульты профитнее. Поэтому Аганим на Зевсе тоже прикольная тема, ребят. Не знаю, я думаю, многие ему собирают, не многие, даже каждый. Это, я считаю, один из самых таких прикольных Аганимов. То есть у всех на карте уже минус 640 хитпоинтов. Чтобы вы понимали, когда Зевс в игре. В общем, такое. Аганим, ребят, поехали дальше. Следующий персонаж, которого мы будем обзревать с Аганимом, это у нас Фурион. Ребят, у Фуриона довольно-таки прикольная тема, но в то же время, как прикольная, ну и как и фидерская тема, фидерская тема будет касаться у нас именно ультимейта. Ребят, давайте посмотрим, что же он ему будет делать. Смотрите, тут написано увеличивать дэмэдж и количество прыжков. И если мы кого-то добиваем или же кто-то умрет после того, как ультимейт коснется кого-либо, то появляется у нас вот такой вот трентик. Давайте посмотрим, ребят. А косамы персонажи тоже появляется трентик, но немного посильнее. В общем, давайте посмотрим. Запульнем ультимейт у нас, допустим, вот сюда. И что же у нас будет происходить? Ничего не произошло, абсолютно. А знаете почему? Потому что нету агонима. А давайте-ка пропишем. И теперь сделаем ре и посмотрим, что же у нас будет. Давайте сначала посмотрим, насколько у нас прыжков увеличится. В общем, смотрите, 7% пер-таргет это уменьшение дэмэджа. И 16 целей. При поднятом агонимам останутся 18 целей и в принципе процент остается тот же самый. Калдаун тот же самый. Что ж, давайте посмотрим. Баха мультимейт. Сейчас вот у нас скрипчики выйдут и поехали. Появляются у нас трентики. Появились, смотрите, по всей карте. Как видите, прикольная тема. и такая, можно сказать, жесткая, я бы сказал. Посмотрите. Сразу побежали у нас трентики. А самое, знаете, что прикольное? Если вдруг мы добьем с ультимейта персонажа, смотрите, какие у нас тренды появляются. Смотрите, на этого маленького слабого с обычного, с обычного крипчика. У него 30 урона и 550 хитпоинтов. А с героя появляется 90 урона и 1650 хитпоинтов. То есть, это в течение 4 секунд, если персонаж какой-то умирает под ультимейтом нашего фуриона, то появляется такой жесткий крип, который идет и просто все ломает. Посмотрите, как у нее демоши. Зарейте, как он расправляется с этими крипами. Они очень жесткие, ребят. Вот такой вот у нас аганим на фуриона. Ребят, ну я думаю, некоторые знали о нем. В общем, напишите в комментариях, кто знал об аганиме на фурионе и давайте мы поедем дальше, ребятки, потому что аганимов очень много. Поехали. Следующий персонаж, которого мы будем обозревать с аганимом, это у нас сайленсер, ребят. Что же будет делать аганим у сайленсера? Сайленсер будет у нас апать первый спелл вместе с включенным сайленсером. Как это будет примерно работать? Давайте пропишем ему аганим. Эффекта нам, как видите, никакого не дает. Можем выкладывать. И что же у нас написано на самом ультимейте? Эплис Кос Овзе Сайленсер. Сайленсер. То есть, соответственно, будет у нас навешиваться еще и первый спеллл во время ультимейта Сайленсера. Что ж, давайте посмотрим на Венге, как это будет у нас работать. Давайте ультанем просто. Просто без аганима. Посмотрите, ничего не происходит. Но если мы ультанем вместе с аганимом, то вешается у нас, видите, первый спелл идет. Это 6 секунд вся тема. То есть, получается, в комбинации с зевсом со спектрой с фурионом можно неплохо продамажить, как вы понимаете. И какая еще есть фишка? Допустим, ребят, вы находитесь в драке и вешаете глобал сайланс. Вы знаете, что еще можно сделать? И посмотрите, просто сейчас внимательно на хитпоинт венги. Смотрите просто. Получается, что два спелла у меня висят и они стакаются. Они стакаются. То есть, если мы в драке еще кинем первый спелл во время ультимейта с аганимом, то вы просто видели, как венгу запилил. У нее 1000 хитпоинт. У нее сняло 600 хп. То есть, это очень жестко и ману и хп просто разжигает. Но на 83 это, в принципе, так же и работает. В общем, обычный аганим. Поехали далее. Следующий аганим, который мы будем рассматривать, это аганим на линию. Он, в принципе, никак не изменен. Он работает так же, как и на 83 карте. В чем же заключаются изменения? Давайте вкратце пробежимся, не будем заострять внимание сильно. В общем, у лины становится чистый урон с ультимейта. То есть, на третьем левеле у нас дэмэдж 850, как мы знаем. Давайте бахнем. Венге 929 хитпоинтов. Бахаем. 294 хитпоинта остается. Это, ну, такое, ребят, такое, самом деле. И есть еще небольшие фишки, я о них сейчас вам расскажу. В общем, покупаем, агоним и смотрим, сколько же нанесет у нас дэмэджа теперь. Как видели, 850 чистого нанеслось. Кстати, по-моему, на 83 950 дэмэджа, ребят, стоит заметить. Так что, немножко все же пофиксили. Дэмэдж линии. И, в чем основная фишка еще? Когда мы покупаем, агоним на линии, во-первых, нам дается вот такой вот красивый эффект, все, наверное, уже знают этот эффект, потому что на 83 очень многие ребята играют. И этот дэмэдж наносится мгновенно, то есть его нельзя никак закайтить. Я это уже тестил в фишках, пак это никак не может закайтить, то есть это прямой контрпик. Плюс оно начинает лупить через БКБ наша лагуна, через рейджи снайксов там и через просто БКБ, то есть ульт становится такой более агрессивным и мастхевеном, я считаю, что вот просто ну реально он нужен, этот агоним. Что ж, поехали далее. по линии рассказали, будем смотреть следующий персонаж. Следующий агоним, который мы будем рассматривать, это агоним у нас на виндрейнджер, на аллерии. Ребят, в общем, все так же, как и на 83-й, эффектов никаких не дает. И в чем же заключается смысл нашего ультимейта? Тут написано, ну увеличится, то есть не увеличится, улучшается, вот так вот будет импров, типа улучшение, улучшается у нас калдаун и повышается дэмэдж, то есть смотрите, у аллерии ультимейт, когда мы на кого-то направляем, она начинает лупить с максимальной скоростью и соответственно на нее вешается такая вот как бы минус дэмэдж, но смотрите, на ласт левеле будет 30% как бы снижение нашего дэмэдж, то есть если у нас 100 урона с руки, то на 30% меньше на ласт левеле мы будем наносить, то есть мы будем наносить 70% дэмэджа, но с покупкой агонима наше снижение дэмэджа становится немного другим, на первом левеле 30, то есть как на последнем, на втором левеле 15 и на третьем левеле 0, то есть соответственно мы будем бить по персонажам так же, как и бьем просто автоатакой только с огромной скоростью, в общем, я считаю, что это действительно очень хорошее изменение, так же, как видите, у нас меняется калдаун, калдаун у нас становится просто не 60 секунд, а уже 15, соответственно мы можем так же и быстро пушить, ну и соответственно в драках мы можем убивать сразу несколько персонажей примерно за шекель и в принципе касаемо этого гонима все, вроде ничего не упустил, давайте смотреть следующего, следующий персонаж, которого мы рассматриваем, это у нас тралл, все мы знаем, как действует ультимейт у трала, это ставится такая вот в области можно сказать молния, не молния, ну не знаю, ну звучит как молния, в общем, что же она у нас делает, она у нас наносит дэмэдж периодически, постепенный, снизу вверх, тут все расписано на аганиме, как он наносит, и что же нам будет давать аганим, во-первых, аганим, как тут написано, сайленс, вешается сайленс на айтемы и увеличится длительность, смотрите, я вам сейчас объясню, то есть, когда мы просто ультуем без аганима, персонажи могут нажать в этой, можно сказать, в этом ультимете, в этой тучке, все айтемы, допустим, БКБ, Юл, Форс, чтобы выбраться оттуда как можно скорее, но с покупкой аганима все предметы, весь инвентарь у энеми противников, которые попали в этот шторм, они будут, к сожалению, не способны нажать какой-либо предмет из инвентаря, плюс увеличится у нас длительность нашего ультимета, 7 секунд уже становится вместо кольки, вместо в 5 секунд она становится ультимет уже 7 секунд, так что, ребят, вот такой вот аганим на тралле, очень часто в тот ТБ его собирают, даже стараются зарашить как можно сильнее, как можно быстрее этот предмет, потому что он реально очень сильно дизейблит, просто посмотрите, у нас получается, если мы будем заходить на хайграунд, если мы поставим очень хороший статик, то это просто стопроцентный вин, можно стопроцентно зафокусить какого-нибудь найкса, или того же, допустим, эсэфа, кому нужен БКБ, но найкса не нужен у него стрейдж, то есть до рейджа, если сливаем, то классно, в общем, вот такой вот аганим на трале, надеюсь, ничего не упустил, поехали следующие персонажи смотреть, следующий аганим, который мы будем рассматривать, это аганим на огре, на огре этот аганим реально прикольный, потому что мы будем иметь стопроцентный стан, стопроцентный первый спелл, в общем, давайте пропишем аганим, посмотрим, дается нам, во-первых, вот такой вот красивый эффект, и появляется у нас спелл, что же он у нас делает, он наносит 275 дэмэджа, и полторы секунды станут, также он у нас сносит 60% маны, от всего, как бы, значения нашего, от всего нашего монопула сносит 60% маны, но кнопочка у нас на D, в общем, смотрите, снялось 60% маны, сейчас я кастану еще раз, снялось 60% маны, то есть, смотрите, в первый раз он взял 300 маны за этот спелл, во второй раз уже меньше, смотрите, сейчас 90, сейчас у нас взялось, 60 маны, то есть, мы просаживаем очень сильно ману, но в то же время у нас всегда, у нас абсолютно всегда будет стан, который также может замультикастить, просто нанести уйму урона, и, то есть, его можно смело давать по КД, но, есть одна проблема, что мы, если будем постоянно спамить этот спелл, у нас, соответственно, не будет маны на другие способности, поэтому желательно использовать все с умом, когда у нас уже нету маны, можно, конечно, спамить этим спеллом и просто всех убивать, вот такой вот у нас аганим на угре, я думаю, все много, многие, в принципе, ребята знали об этом, и, как бы ничего нового сейчас не узнали, на 83-е это работает, в принципе, так же, в общем, и все, поехали на следующего персонажа, следующий аганим, который мы будем рассматривать, это аганим у нас на миньоре, что же он будет у нас сделать, давайте, во-первых, почитаем ультимейт, а потом уже расскажу остальные секреты, в общем, смотрите, улучшает у нас аганим, во-первых, ультимейт, у нас увеличивается урон с мин и каст рейндж, давайте просто закастуем, у нас, так, запомним, 600 дэмэджа у нас наносит мин, и закастуем примерно вот сюда, смотрите, какой рейндж, поставили мы бочечку сюда, пропишем ре и купим аганим, и попробуем поставить в эту же бочечку, но уже с аганимом, посмотрите, какой рейндж, рейндж, немного увеличился, и намного приятнее, на самом деле, стало ставить бочки, бочка, смотрите, какая здоровая появилась, сколько у нас, 750 дэмэджа, на 150 дэмэджа у нас увеличивается урон с мины, также, у нас появляется такой вот красивый эффектик, видите, да, типа, у нас там начинает светиться один гоблин, красиво, мне, если честно, очень нравится этот эффект, но есть еще такая приколюха, у нас есть какой-то спелл, непонятный, ребят, в общем, как он работает, тут написано, что все ваши мины в 175 рейнджа будут неуязвимы к, неуязвимы к просмотру от гема, или других каких-то предметов, которые дают у нас вижн на невидимое, то есть, соответственно, если мы поставим сюда вот эту табличку, что типа тут нарисован такой грибок, что типа сейчас бабахнет, в ауешке, вот этой табличке ни один сентри и ни один гем, даже не два, ни три, ни шесть гемов не возьмут вот эти мины, то есть, их не будет видно, но, к сожалению, в 300 секунд у нас кд, что вот эта тема, и, как бы, вот это касаемо таблички, в принципе, все, такая вот фишка, ребят, пробуйте, смотрите, знаете, что прикольное, ставите здесь на хайграунде табличку, и, ребятки, просто, если у них, нету, ренджей, да, даже, в принципе, ренджей, в принципе, тяжело им не будет, наверное, я думаю, если там никакой не снайпер долбит отсюда, им будет тяжело зайти на хайграунд, потому что они не будут видеть, можно будет также блефовать, в принципе, что все будут думать, что там много мин, но там мин нету, и вот как бы, вот такой вот у нас прикол, без аганима эта табличка не работает, я сам проверял, в игре тоже натыкался на эту проблему, и как бы, ну, касаемо аганима, ребят, это все, вот смотрите, на миньоре, вот это прикольная такая тема, давайте смотреть следующий аганим, итак, следующий аганим, который мы будем обозревать, это аганим на Джекиру, ребят, у Джекира очень даже прикольный аганим, какие-то фишечки, про него я вам сейчас могу рассказать, в общем, смотрите, почитаем на самом ультимейте, что же у нас будет улучшаться, при покупке аганима, смотрите, увеличивается дэмэдж, и увеличится, типа, скорость каста, плюс, увеличится дистанция, и, по-моему, длительность, если я не ошибаюсь, дюрэйшн, вот, давайте посмотрим, давайте посмотрим, берем аганим, во-первых, что мы видим сразу, это классный, классный вот такой вот эффект, посмотрите, вот такой вот классный эффект добавили, и, по-моему, на 83-й, это так же все работает, поэтому, кто не знал, смотрите все равно, давайте касаемо, уже самих улучшений, поговорим, смотрите, в общем, у нас, длительность, наносится 140 дэмэджа, в секунду, 10 секунд, в доз 240 ауе, и калдаун у нас 60, поднимаем аганим, и что же мы получаем, длительность 20 секунд, 240 ауе, и 60 секунд, калдауна, калдаун остается у нас, такой же, но, давайте сравним, эти два ульта, с аганимом, и без аганима, давайте попробуем, это быстро сделать, вот так вот, ре, и, смотрите, сколько, у нас будет, продолжаться, этот ульт, и этот, все, этот ульт, уже прошел, который, без аганима, а, с аганимом, еще работает, и посмотрите, какой он длинный, это просто, жестко, то есть, на, джекиру, аганим, реально, крутая тема, ребят, вы просто сейчас, все сами видели, что ультимейт, улучшается, чуть ли не в два раза, да блин, как чуть ли не в два раза, в два раза, по времени, он в два раза, увеличивается, и мне кажется, 60 секунд, калдауна, они как бы, 20 секунд, ультимейт стоит, и 40 секунд, сам калдаун, получается, очень даже, прикольный аганим, ребят, я, наверное, даже, как-нибудь, на стриме, сыграю, на этом, персонажи, потому что, это, посмотрите, просто как их дамажит, давайте загрем, у нас еще очень много времени, у нас еще, около 15 секунд, он просто идет, он получает дэмэдж, то есть, представляете, если драка будет происходить, где-то здесь, Джекиру просто зальет всю эту тему, и, допустим, с фиссурой тут закроет, и Клок там Коги поставит, то есть все персонажи, просто тут бегают, будут бегать и гореть, или даже на Рошпите, если эту тему использовать, ребят, это очень жесткий аганим, давайте немного, вот так вот приколимся, пройдем туда, и, соответственно, сам рейндж, который увеличивается, это реально круто, то есть, допустим, мы узнаем, что там в Рошпите кто-то есть, посмотрите, мы туда просто залили, и все оттуда будут выбегать, или же пытаться как-то вот сюда отходить, то есть, это реально крутой аганим, ребят, реально, даже Рошан там видели, застеснялся, такой, блин, ну нафиг, такой стоит, смотрите, его дамажит, в общем, вот такой аганим, ребятки, поехали дальше смотреть персонажей, итак, а следующий аганим, который мы будем рассматривать, это аганим у нас на Тинкере, ребят, в общем, что же он у нас будет делать, что же будет делать, ребят, давайте сначала почитаем, что же нам будет улучшать Септер, давайте начнем с первого спела, с первого спела, у нас, смотрите, что написано, типа, будет какое-то отскакивание от энеми героев в 550 радиуса от цели, и примерно я знаю, как это будет работать, но если честно, у меня перемешано, раньше, я просто знал, что увеличится у нас range, то есть мы можем кастовать примерно вот отсюда досюда, лазер, но это не в этой доте, поэтому давайте посмотрим, что у нас будет здесь улучшаться, и поговорим о второй способности, которая у нас будет улучшаться с аганима, в общем, смотрите, у нас есть ракетки, и на ракетках тоже, что-то написано, увеличится таргет, типа, каун, то есть количество целей увеличится, и у нас появится вместо двух ракет уже четыре, давайте же посмотрим на деле, что у нас будет улучшаться, кастуем вот таких вот зверей, и будем смотреть, в общем, давайте бахнем второй спелл без аганима, летят две ракеты, бахнем с аганимом, летят четыре ракеты, и теперь самое интересное, бахнем лазером, в одного, ничего не происходит, и посмотрим, какие у нас будут отскоки с лазером, с аганимом, видели лазер, как отлетел, это, если честно, прикольно, и плюс еще всем вешаются промахи, чтобы вы понимали, давайте еще раз посмотрим, лазер отскакит, и промахи вешаются, допустим, да, довольно-таки, на самом деле, неплохой, но, неплохой, аганим, но, забивание, мне кажется, слота, потому что, не все будут пользоваться, этим аганимом, потому что, тинкер, как правило, это у нас, хекс, этериал, даггер, догон, травела, ну и как бы, в принципе, все, то есть, если за пули догоним, у нас, какой-нибудь алхимик, то можно, в принципе, неплохо делать вещи, но, если честно, я собирался с алхимиком, через ракеты, через аганим, когда ракет 4 штуки, это прикольно, ребят, в общем, вот такой вот аганим на тинкере, пробуйте, собирайте, и, в принципе, на 83, по-моему, все так же, но, немного переработан, первый спелл, в общем, ребят, поехали на следующий аганим, следующий аганим, который мы будем рассматривать, это аганим на шамана, в принципе, у него все так же, как и на 83 карте, давайте же посмотрим, что у нас будет аганим давать, смотрите, increases ward damage, ward damage, то есть, это у нас, как правило, знаете, вы все уже, ребят, что у нас делает, ульт на шамане, ставятся вот такие вот, вардики, у которых, 70 на 75, демиджа, и что же у нас будет, происходить, когда у нас, шаманом заведется аганимом, ребят, давайте посмотрим, во-первых, у нас появляется, вот такой вот красивый эффект, все вы видите, реально красивый эффект, и, смотрим, демидж, 70 на 75, у нас, демидж, у змей, без аганима, а с аганимом, у нас становится, 130, 125, 130, это реально, посмотрите, какой буст, почти в половину, почти в половину, почти в половину, вот реально, просто посмотрите, какой демидж у нас там, и какой демидж тут, это реально круто, это реально круто, и, как бы, вы представляете, если с рефрешем, такой шаман, забегает у нас, на хайграунд, и просто, как он будет пушить, просто я сейчас возьму, и поставлю, вот этих змей сюда, смотрите, как они пушат, и это только, одна пачка змей, а если будут змей с рефрешем, еще, то есть, если будет шаман, и поставит он с рефрешем, две пачки змей, то это, представьте, какой пуш, в общем, касаемо, этого аганима, в принципе, все, ребят, поехали на следующий аганим, следующий аганим, который мы разбираем, это аганим на рубика, давайте, подсчитаем, что же у нас же там, будет давать аганим наш, посмотрите, что написано, у нас, снижается, калдау, калдау на ультимейт, на похищение спелов, увеличивается каст рейндж, и, увеличивает, то есть, улучшает, все способности, которые мы украли, то есть, которые, возможно, там, да, то есть, смотрите, как, гэнс, сэр, upgrade, for stolen spells, то есть, допустим, если будет, допустим, ультимейт, санкинга, то он будет уже улучшен, то есть, чтобы вы понимали, касаемо эффектов, эффектов нам, как видите, никаких не дает, к сожалению, давайте посмотрим тогда, на каст рейнджи, что ли, с каким каст рейнджем, у нас будет, красть, рубик, вот он сейчас украл отсюда, и сейчас посмотрим, на каст рейндж, с аганимом, и смотрим каст рейндж, с аганимом, смотрите, уф, отсюда, досюда, вы представляете, то есть, в принципе, в драке даже не надо участвовать, чтобы воровать что-то, то есть, каст рейндж становится, очень, высокий, и посмотрите, какой у нас, калдаун, вместо 20, он становится 2 секунды, то есть, это, вы представляете, что это, то есть, в драке можно постоянно, украл, закинул, украл, закинул, очень хорошая вариативность, не знаю, сейчас на рубике я не любитель играть, на 83, я им вообще, в принципе, не играл, на 85, бегал, прикольно, в принципе, и, как бы, ребят, аганим на рубике, это реально стоящая вещь, поэтому, собирайте, и поехали смотреть, следующий аганим, следующий аганим, который мы рассмотрим, это аганим на ская, посмотрим, что же он будет ему делать, во-первых, написано, это у нас уменьшается, типа, изменяется, колдаун, давайте же посмотрим, что у нас изменится, колдаун, посмотрите, становится 0, все мы знаем, что делает ультимейт, у ская, и, как бы, посмотрите, просто мы можем поставить, две, даже в одну точку, можем поставить, представьте, сколько будет демиджа, он и так, в принципе, жестко носит, он наносит 1400 демиджа, за 2,4 секунды, то есть, это 2800 демиджа, за, 5 секунд, серьезно, то есть, это очень много, но на 83, я знал, что это, в принципе, так же работает, как бы, ребят, такой вот аганим, эффектов никаких не дает, но имеет место быть, в принципе, ничего нового, поехали далее, следующий аганим, который мы будем обозревать, это у нас аганим, на Бэйна, элементала, знаете, кто такой Бэйн, что у него делал в ультимейт, напомню, если кто не знает, у нас, кастуется, наш ультимейт, на одну цель, в течение 7 секунд, и, как бы, в течение 7 секунд, с аганимом, и, как бы, мы стягиваем, ману с энами, и, как бы, берем ее себе, и хитпоинты, также мы убираем у энами, то есть, ну, очень такой, жесткий, на самом деле, аганим, одного кидаешь в сон, другого берешь, как бы, в ультимейт, это очень круто, ребят, я считаю, что очень жесткий, как бы, ультимейт, дается нам, вот такой вот красивый эффект, касаемо всех изменений, без аганима у нас идет 5 секунд, с аганимом же идет у нас уже 7 секунд, и смотрите, что же у нас еще, помимо этого, улучшается, трансфер 50, ой, 5 процентов, от максимальной маны противника, то есть, и у нас, тут у нас 10 процентов от максимальной маны противника, это очень много, то есть, 10 процентов маны от энами, мы возвратим себе обратно кастуя ультимейт, и, есть еще такая прикольная тема, касаемо у нас ультимейта, если мы его кастуем с аганимом, то что будет у нас происходить, смотрите, сейчас мы заагрим одну венгу, вот эту, ультуем, смотрите, если они нас сейчас будут атаковать, а атаковать они нас будут, видели, она зашла в сон, давайте посмотрим еще раз, то есть, сделаем вот так вот, кастуем, они начинают нас атаковать, и засыпают, то есть, эта фишка работает, работает только с аганимом, ребят, только с аганимом, то есть, чтобы вы понимали, я объясню еще раз, если мы собираем аганим, ультуем на кого-то, и нас просто райдкликают, то тот персонаж засыпает, вот такой вот прикольный аганим, на 83, по-моему, работает он так же, на 85 карте, вот так вот работает, ребят, вроде бы доходчиво объяснил, если что-то непонятно, обязательно спрашивайте в комментарии, поехали на следующий аганим, следующий аганим, который мы будем рассматривать, это аганим на Дарксира, ребят, что же у нас он будет давать, нашему Дарксиру, и что же он будет ему улучшать, давайте посмотрим на наш ультимейт, у нас на ультимейте написано, что увеличится иллюзия дэмэдж, то есть все мы знаем, как работает у ДСа ульт, остается вот такая вот, создается стеночка, и кто через нее проходит, получает дэмэдж, дэмэдж равный 150, и создается его иллюзия, которая идентична полностью, по нанесению дэмэджа с руки, то есть если это будет мартретка, она пройдет, то у нее будет такой же дэмэдж, и будут вылетать такие же жесткие криты, но этого я вам не говорил, и смотрите, что же у нас улучшится, если мы поднимем агоним, во-первых, у нас вот такой появляется красивый эффект, реально красивый, мне он, блин, ну реально нравится, реально красивый эффект, посмотрите просто, и, какой у нас становится дэмэдж, посмотрите, дэмэдж у нас становится 140%, вместо, скольки, вместо 90, то есть на 50% дэмэдж увеличится, то есть стенка, если мы ее ставим, репликейтерская стенка, через нее кто-то проходит, и создается иллюзия, которая будет наносить 140 дэмэджа, 140% дэмэджа, то есть если у нас персонажи 100 дэмэджа с руки, будет уносить 140, это прикольно, вот такой вот у нас агоним на Тарксирии, давайте смотреть следующий агоним, следующий агоним, который мы будем смотреть, это у нас агоним на Леона, агоним на Леона на 85 карте, поменяли, и что же мы поменяли, спросите вы, ведь на 83 он также бьет сплэшем, ну не совсем сплэшем, на 83 он бьет на 83 карте, у Леона молния прыгает, как Чайн Лайтнинг, у Зевса как первый спел, но, если честно, скучно и не очень, мне не нравится на 83 реализация его ультимейт, но на 85, реально прикольно, давайте же разберем, что у нас увеличится, у нас увеличится дэмэдж, и изменен немножко калдаун, смотрите, 850 дэмэджа у нас получается на Ласте, и калдаун 40 секунд, но, как только мы получаем агоним, во-первых, что мы видим, у нас появляется прикольный эффект, смотрите, прикольный исчезает, сам по себе эффект прикольный, и давайте почитаем по описанию, у нас калдаун становится 20 секунд, и дэмэдж становится 1025, но самое, знаете, что прикольное в этой теме, это вот такая тема, что без агонима наш ульт становится таргетным, а с агонимом он уже становится массовым, то есть в кучу можно будет ультовать, то есть смотрите, еще раз покажу, то есть видите, вот таргетная тема, то есть я могу только таргет, но, к сожалению, выделить персонажей, и ультайнуть в них, а как только подниму агоним, могу ультовать в кучу, то есть представьте, если магнус бахает в толпу, и мы такие подбегаем, и всех сносим, тысяча дэмэджа просто, на, раз в 20 секунд, прикольно, изменили на 85 карте, агоним у Леона, поэтому ребятки, берите этого персонажа, и собирайте ему агоним, поехали дальше смотреть, следующий персонаж, который у нас на рассмотрении агонима, это у нас Энигма, давайте же соберем, и скорее агоним, что у нас поменяется, у нас визуально ничего, к сожалению, не меняется, но, давайте почитаем же, что же у нас меняется, ребятки, давайте посмотрим спелы, у нас чем-то как-то меняется, ультимейт, смотрите, что написано, у апгрейт, дается, миднайт пульс дэмэдж, смотрите, миднайт пульс, это у нас третий спелл, что же он у нас делает, он у нас от максимального здоровья, врага, сносит, 5.25, на последнем левеле, 5.25, процентов, хитпоинтов, в течении 11 секунд, ребятки, в течении 11 секунд, то есть, тот, кто находится, в этой ауешке, теряет 5% хитпоинтов, раз в секунду, длится это 11 секунд, и так вот, с аганимом же, у нас, получается, накладывается, вот эта роза, накладывается, буду называть это роза, потому что так привычнее, потому что тут картинка такая, в общем, накладывается у нас, вот этот эффект, но, они еще и стакаются, если мы успеваем сделать, вот так вот, то демеджа будет, два раза больше, плюс, знаете, что я еще заметил, очень сильно бустится, у нас, black hole, я не раз играл на энигме, на стриме, ребят, и все видели, и многие писали, энигма не может тащить 1х5, бред все это, она может тащить 1х5, благодаря своему ультимейту, который будет кдшиться, примерно, 130 секунд, с агтарином, и, очень сильно будет, бустить этот персонаж, всю команду, в общем, в чем заключается смысл, аганим, так как у нас накладывается, еще и на black hole, третий спел, у нас, мало того, что он будет дамажить, очень жестко, посмотрите, просто у нас так, на пассиве, раз в секунду, наносится 165, 165 дэмэджа, в принципе, казалось бы, немного, но, это 4 секунды, black hole, плюс роза, по 5,25, смотрите, давайте поиграем немного в математику, 5 на 4, получается у нас 20, это получается 20%, плюс, 25 на 4, это у нас получится 100, то есть, получается у нас будет, 21%, во время black hole, 21%, запомните, во время black hole, 21% хитпоинтов от максимума, запаса, мы энеми сожжем, то есть, получается, когда мы кастуем black hole, с аганимом, у нас получается 21% хитпоинта, потеряет энеми, игрок, и почти, почти как бы, ну не почти, много хитпоинтов потерять, ребят, не стоит задумываться, уж поверьте, это я уже тестил, и, соответственно, если мы повесим еще и третий сюда, третий, и еще сюда black hole, то есть, тут будет море демеджа, просто море демеджа, то есть, они, эти спеллы, начинают сочетаться, у нас сочетается с ультимейта роза, которая у нас вешается, и если мы еще сами кидаем, то получается, за 4 секунды black hole, у нас же получилось не 21%, а сколько? 42%, но это еще помимо того, сколько еще персонажей, энеми, они же не сразу, как с black hole выйдут, они отсюда сразу выбегут в ужасе, и все, то есть, почти 70, ну я вот считаю релис, 70-80% хитпоинтов, энеми потеряет за этот black hole, за 4 секунды, те, кто видели на стриме мою энигму, знают о чем я говорю, ребят, в общем, аганим на энигме, если вы хотите тащить соло, верное решение, следующий аганим, который я буду рассматривать, это аганим на личе, в принципе, с 83 карты, ему ничего не поменяли, и как бы, все знают, что у нас сделает аганим на личе, это чайн фрост, который будет прыгать, если мы его кидаем куда-либо, и в чем же особенность его аганима, во-первых, давайте рассмотрим аганима, эффект с аганима, который нам дается, такой красивый эффект, сразу можно понять, что лич у нас стал заряженный, у него появился аганим, и давайте же почитаем по описанию, что же у нас будет менять, смотрите, увеличивает дэмэдж, увеличивает каст рэндж, и убирает лимит скачков, скачков, все мы знаем, что ульт лича у нас прыгает, прыгает 10 раз, посмотрите, написано 10 раз прыгает, то есть, при поднятом аганиме, у нас эти скачки, перестают считаться, то есть, он будет у нас бесконечно прыгать, бесконечно, вот, это жестко, это реально жестко, ребят, и наносится у нас 460 дэмэдж, на ласти без аганима, давайте же посмотрим, что у нас поменяется, 550 дэмэджа, и бесконечные прыжки, давайте запульнем в крипов, и посмотрим, что будет происходить, чайник просто прыгает, и убивает, и плюс, я что еще хочу посмотреть, ребят, написано про каст рэндж, вы видели в начале, какой был каст рэндж, а теперь какой будет, ну, серьезней, на самом деле, серьезней каст рэндж становится, давайте кастанем отсюда, вот, вот так вот, ну, можно сказать, в одну третью, в одну третью, каст рэндж становится больше, наличие, и, так как у нас, ульт лича становится, становится у нас, прыжки бесконечен, мы можем делать вот такую фишку, я надеюсь, вы, сейчас понимаете, что я делаю, надеюсь, вы понимаете, что я сейчас делаю, смотрите, я объясню, у нас, ультимейт, прыгает, бесконечно, данные, эншенты, имеют, резист, то есть, сопротивление к магии, 100%, я кинул сюда, три ультимейта, они никогда не закончатся здесь, я помню, обузы во второй доте, когда можно было, вот так вот, и делали так, забегали, к эншентам, на личе, с фирст аганимом, и закидывали туда ультимейты, и закидывали туда ультимейты, пока просто, не посинеют, вот так вот, закидывали, закидывали, то есть, раз 60 секунд, то есть, раз 120, закидывали у нас, личи вот так вот, ультимейты сюда, и, знаете, что делали, приводили сюда драку, и вы представьте, тут сейчас, по-моему, 5 ультимейтов, я уже не помню, сколько я раскинул, и вот эти 5 ультимейтов, то есть, представьте, берет личь такой, о нет, за мной гонятся, он выводит отсюда, эншентов, и тот, кто сюда подходит, просто об него начинает биться, этот чайник, который там настакан, это очень жестко, то есть, там сразу, сразу перцы, все умирают, все такая фишка, ребят, и, допустим, даже, тот, кто не знает, рейндж, чайника, у нас примерно вот такой будет, тот, кто не знает, будет идти вардить, если сюда зайдет, он здесь сразу умрет, то есть, ребят, вот такая вот фишка, это лично от меня, на моем опыте, вот сколько помню, уже эта тема работает, но по-моему, кто-то в комментах, вот эту хрень писал, но очень давно, я уже и не помню, кто писал, но вот эту тему, я именно помню, делали в Д2, и жестко это работало, и на 85-й карте, это можно также делать, ребят, вот такая жесткая фишка, просто пробуйте делать, и все, и все, поехали на следующий агоним, следующий персонаж, которого мы будем рассматривать, с агонимом, это некролайт, ребят, все мы знаем, что у нас делает, ультимат некролайт, это просто такой ваншот, если у тебя лоу хп, и посмотрим, что же ему улучшает агоним, написано, увеличивает дэмэдж, и, ну типа, получается, блочит байбэк, да, все мы замечали, что когда мы на рипере, если, если нас некр убивает с рипера, то мы не можем потом байбэк, ну вот тут загорается, надпись, you cannot use байбэк, что-то там такое, скайт рип, рипер, вот, и, в общем, это все потому, что у него есть агоним, давайте подберем, и посмотрим, что же у нас поменяется, появляется у нас, у первых такой эффект, смотрите, прикольный, сфера такая появляется, вот это, значит, что у некролайт есть агоним, можно отличить, и это классно, и что же у нас увеличится, у нас появляется, 1 и 2 рейд, к потере хитпоинтов, то есть, у нас увеличится, количество демеджа, за потерянные, хитпоинты, энеми, там, лучше туда не смотреть, в общем, смотрите, о чем это говорит, то есть, если у персонажа потеряны, примерно, 100 хитпоинтов, то, демедж, за эти 100 хитпоинтов, будет равняться, 1 и 2, то есть, 120 демеджа, то есть, если у персонажа, недостаток, хитпоинтов 100, то есть, у него там, у персонажа, 1000 хитпоинтов, и у него, не достает, 100 хитпоинтов, до 1000, то есть, у него, получается сколько, 90 процентов, хитпоинтов, то нанесет ему, 120 демеджа, за эти потерянные 100 хитпоинтов, то есть, получается, если у нас, у противника половина хитпоинтов то по идее его должно убить если нет никаких там резистов но мы знаем что в доте и существуют резисты и как бы поэтому его не заваншотит но принципе суть вы должны понять что очень сильно улучшает у нас аганим наш ультимейт плюс еще невозможность байбека я об этом уже говорил это реально круто с 83 карты в принципе ничего не поменяли но такой догоним ребят следующий аганим который мы рассматриваем это аганим у нас соответственно на пугне ребят пугнули не могу а войти старин стороной потому что у нас угна но у меня именно пугна является favorite heroes которым на 83 карте я просто разваливаю кабинет потому что это реально сильный персонаж и некоторые вы недооценивать давайте посмотрим что же ему поменяли 85 карте но ему во первых поменяли тут ультимейт немножко но давайте немного отступим от аганима и я поговорю немного про ультимейт во первых ультимейт у нас стал такой что мы можем юзать его на наших союзников что будет происходить мы переливаем свои хитпоинты к нашему тиммейту также это работает в принципе так же как и и на и нами то есть если мы начинаем высасывать и нами и у нас недостаток маны то мы начинаем когда у нас полный хитпоинты высасывать ману у противника но у противника ман не высасаться она просто нам восстанавливается по такой же теме работает и если мы направляем на союзника если у союзника уже full хп но маны у него недостаточно у него будет восстанавливаться мана очень прикольная тема очень хорошее изменение на 85 карте но мне кажется на 85 карте это персонажа немного порезали порезал и он стал не такой сильный но не знает о сугубо мое мнение давай же приступим же к одни к они мы уже непосредственно что же ему подменить поменяли на самом огонь и во-первых что у нас есть у нас есть такой красивый эффект такой зелененький типа жизнь жизнь зеленая до зеленая типа жизнь красиво да вот это все должны понимать красивый эффект и давайте посмотрим про огонь и непосредственно в принципе все то же самое что на 83 увеличивает life drain то есть высасывание жизни хитпоинтов и убирается колдаун смотрите у нас колдаун 22 секунды и 150 хп давайте на ласте посмотри и 250 хп у нас высасывается в секунду на last level и поднимаем агоним что у нас получилось получается у нас колдаун получается 0 и 300 хитпоинтов мы высасываем с агонимом ну принципе все то же самое высасывает он очень бодро с агонимом вместо того как без агонима просто разница я думаю видно и так насколько как бы быстрее то есть и как бы агоним на пугне на 83 карте я всегда собираю на 83 карте только недоступно перевали переливание хитпоинтов для своих союзников а так на 85 карте это можно на пугне делать можно жестко сейвить если пугна у нас будет на четвертой позиции то есть допустим он не full support он собрал агоним идет у нас драка такая там кто-то дерется и пугна такой со стороночки подбегают братик я тебя спасу и начинает переливает переливает хитпоинты как помните это видео где по-моему если не ошибаюсь как же блин кто-то кто-то из комментариев вилат из комментаторов вилат снимал видосик типа и сосет ману и сосет ману погнать сосет вот это ребятки то есть это ну кто кто шаг тот поймет вот и как бы нормально он переливает хитпоинты в общем ребят вот поэтому персонажу у меня в принципе все давайте смотреть следующий персонаж следующие агонима которые мы будем разговаривать это агоним до destroyer ребят в общем что у него он будет делать наверное знаете да что у destroyer а как и как он работает ультимейт у него сам давайте я наверно объясню потому что очень многие ребята не знают как у него работает ультимейт вообще без агонима даже ребят смотрите в общем чем фишка его ультимейта посмотрим на интеллект и нами 30 а наш интеллект 105 давайте посчитаем разницу между его интеллектом противника и моим примерно получается смотрите 105 минус 30 сколько ну давайте в математику играть не буду потому что у меня по математике была двойка это правда и ну примерно 70 единиц до разница между мной и венгой по интеллекту и теперь давайте посмотрим в описании что наносится в десятикратном размере разница между интеллектами то есть получается нанесется сколько у нас получается 70 получается 105 минус 30 это 70 и 70 умножаем на 10 это 700 700 урона у нас нанесется по венге у которой 30 разума если у меня есть его 105 если у меня будет разума больше соответственно разница будет больше и больше нанесется дэмэджа плюс попутно снесется у нее у венге 40 процентов маны от максимального запаса то есть если у венге там 200 маны у иман и монопол у нее 1000 туману всю сожжет это очень жестко плюс что у нас еще там у нас написано ребят давайте посмотрим если же у нас интеллект уенами равны интеллекту теста то ничего не наносится в принципе виден ар и но дэмэдж типа не наносится и давайте посмотрим уже конкретно что же у нас будет делаться с аганимом смотрите ребятки что у нас написано давайте типа вешается данный уровень астрала на всех иными героев то есть если мы ульта нем то все персонажи которые подверглись ульту еще залезут в астрал то есть представляете а сколько у нас астрал берет инты у нас берет заимствует 13 интеллекта смотрите если у нас получится 5 персонаж 5 1 50 и перед 3 до 5 3 получается 15 50 65 инты с пятерых персонажи мы сразу можем высосать то есть если мы ульта нем в толпу плюс если рефрешер еще сильнее ударим то есть получается рефреш и аганим в паре будет отлично смотреться давайте же приступим уже самой теме хочу посмотреть как их закинет в астрал давайте ульта нем их просто убила их просто убила и данную разницу смотрите как боже а почему их так сильно ударила то есть получается я сразу краду краду у них интеллект и сразу же на наношу этот же дэмэдж то есть положили тысяча то есть 100 у нас сейчас 105 разума и если честно я сейчас немного в недоумении давайте еще раз создадим у нас венг и ульта нем смотрите до 144 и 1200 да у нас сразу получается дэмэдж наносится уже дополнительный то есть мы высасываем эту инту и сразу же с нее же то есть уже считывается и дэмэдж 1200 там видели было нанесено и то есть получать за сеть 30 у нее инты да так и выходит ребят что сразу интеллект который мы крадем он сразу же учитывается и наносится дэмэдж то есть там уже получается минус 13 еще интеллекта а у нас уже плюс 13 то есть уже разница получается сколько минус 13 и плюс 13 сколько уже в 26 интеллект уже получается разница и уже на 260 дэмэджа нанесет больше с агонимом вот такая вот у нас агонимная тема на дэстри надеюсь очень доходчиво объяснил ребятки очень жесткий если честно агоним и давайте поедем на следующий агоним ребятки поехали следующий агоним который под нашим обзором это у нас агоним на queen of pain давайте же посмотрим что же он не будет давать во первых почитаем описание ультимейта и брус дэмэдж and call down улучшает у нас дэмэдж и колдаун все мы знаем что sonic wave у нас наносит чистый дэмэдж ребят чистый дэмэдж с ультимейта давайте же замутим наш агоним и что мы видим в первую очередь это красивый эффект на queen of pain который у нас появляется такая знаете чернота то есть которая будет вот так вот очень хорошо заметно вы видели да и без агонима не так красиво выглядит даже уже blink реально давайте еще раз посмотрим реально красивее и давайте почитаем уже конкретно по ультимейт посмотрим у нас улучшается колдаун как там написано сколько у скал дан 135 секунд без агонима и 470 дэмэдж а с агонимом у нас 40 секунд и 555 чистого урона массового прикольный агоним на самом деле но принципе на 83 он такой же ребят ну в принципе все по этому агониму поехали далее следующий агоним который мы будем затрагивать от агоним на варлока ребят принципе на 83 он такой же этот агоним и давайте же приступим посмотрим что же у нас будет даваться вообще может кто-то не знает что он сдается ребят в общем смотрите экстра инфернал у нас появляется то есть смотрите давайте у нас мы прокачаем у нас голема и скинем его посмотрим что же он будет иметь посмотрите у нас кидается один голем у него полторы тысячи хитпоинтов 125 хаос дэмэджа и геройской защиты у нас и давайте же получим агоним нет не вот этому персонажу разбивая его и давайте же варлоку возьмем агоним первое что мы можем заметить это у нас такой вот эффект видите загорается у нас черепок прикольный эффект и давайте же посмотрим что у нас получится если мы сбросим големов смотрите падает уже два голема смотрите на их хитпоинты 1100 хитпоинтов хитпоинты урезаны в сравнении с этим инферналом и дэмэдж урезан смотрите 94 хаус дэмэджа норма расстается тот же в чем сила спросите вы блин казалось бы он же сильнее этот один инфернал но тут фишка в чем ребят смотрите дэмэджа в принципе на двоих у них получается больше чем у одного инферма уфе инфернал получается 180 дэмэджа на 2 но смотрите в чем сама фишка хитпоинтов кстати больше ребят третий раз говорю но и поехали но смотрите знаете что такое вот вот эта вот тема фист типа pulverize как это называется тут флэмин фист на тут поможет немного по-другому насколько я помню это называется спелл у наших големов pulverize и что же он будет у нас делать давайте перебавь их голема потому что они еще сижу исчезнут 40 процентный 40 процентным шансом наш наш персонаж вот этот наш голем нанесет типа нанесет дэмэдж ну жесткий дэмэдж прям вот просто даже можно посмотреть смотрите вот сейчас не нанес не нанес 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 видели как сильно ударил то есть двойной урон получается и с 2 големов соответственно шанс выше то есть и получается один голем не сможет столько на дамажить сколько надо мажет 2 голема а если их станет 4 ну-ка посчитайте это получается на 120 процентов уже срабатывание pulverize из 4 големов я не раз видел когда големы зажимали бедного кора в тисочки вот так вот в тиски и просто в них два раза срабатывали pulverize они просто убивали его просто убивали вы плюс вот это горение которое по 50 хитпоинтов минус не утраус по моему если я не ошибаюсь оно должно стакаться если я не ошибаюсь давайте посмотрим стакается она или нет да она стакается ребят вижу хитпоинты два раза быстрее так тык 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 давайте уберем 1 и посмотрим тык 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 тогда они стакаются то есть представляете если будет 4 голема то дэмэдж персеконд будет уже не 50 а 200 соответственно профит на делать агоним плюс что у нас получается колдаун у нас остается такой же монокос у нас остается такой же принципе оно того стоит вот реально будем просто реалисты представьте 4 голема это у нас 120 шансов на pulverize 120 через 8 160 процентов на pulverize и просто ну в любом случае вы выиграете эту тему и плюс еще горение 200 200 в секунду будет если кто-то рядом с ними будет ходить это очень жестко кстати еще немаловажная тема за 1 голема дадут по-моему 300 золота или 150 я точно не помню ребят напишите в комментах обязательно кто помнит сколько дается только из памяти пожалуйста вот а за 2 големов дается во-первых за 1 дается меньше золота и меньше экспы и как бы ты по сути ты не сидишь так сильно как ты сидишь без загоним так что ребят агоним на варлоке это реально жесткая тема это принципе мастхэв сочетание сочетание с первым спалом ребят я не буду объяснять что делать перспыл это будет просто в общем ребят поэтому агониму все поехали далее следующий персонаж у нас на обзоре с агонимом это у нас будет shadow демон так веб-канима россии а мы сейчас будем разговаривать о шэдоу дэмоне дэмоне дэмон 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 понимаю в общем смотрите ребят касаемо shadow демона что же у нее будет меняться все мы знаем как у него действует ультимейт посмотрите наносится пурки да знаете пурки что такое это очищение то есть это такое демоническое очищение наверно звучит немного тупо но это так и есть вообще что же у нас появляется с покупкой агонима визуально у нас ничего не меняется но посмотрите что у нас меняется а выбросить мы уже не можем поэтому не скажу что у нас поменялось но я знаю точно что поменялось это у нас добавляется второй charge ребят даже 3 их тут три по моему 83 карте я не знаю точно но по моему дается 2 чаржа если я не ошибаюсь но я если честно я сейчас сам не знал и у меня наверно раскусили что я дубас конкретный но я знал что у него добавляется чаржи на и 2 пом 1 чарж добавляться а их 3 посмотрите то есть у нас уже три пурки будет смотрите раз ну-ка побежали два урге три пурки это жестко это жестко и в принципе все у нас видно что они в кд они не прожимаются ничего идет сейчас call down 0 вот написано 0 чаржи у нас есть и как бы это жестко ребят я не знал что их будет у нас три я думал у нас будет два чаржи вот так что это жестко то есть знаете что такое пурки он снимает положительные эффекты то есть если по идее свой 0 дует то мы можем снять его ультимейт вот этим пурки видите у нас уже один пурки откатился call down у нас быстренький примерно 40 секунд помы там был написано 40 секунд если не ошибаюсь и реально жесткий аганим получается у нас и дэмэдж получается жесткий если еще сочетание с салка чаром 50 процентов дэмэджа это реально круто ребят мощный аганим и это по-моему до 85 карте мы добавили что есть теперь три чаржа по-моему было два чаржа это классно я сам не знал давайте приступим к следующим персонажем следующий аганим который мы рассматриваем это аганим у нас надо зла надо ли но если честно ребят наверно мало кто вот честно давайте будем честным мало кто качает вообще ультимейт да зло но вот серьезно некоторые ребята вообще недооценивают этот спелл этот ульт потому что не видят и вообще ничего такого знаете казалось бы что там нашел там делать как в эту тучку накидывает ничего вообще не у не дэмэджа ничего наносить и дэмэджа наносит значит спелл не надо качать это правило доты 1 но это неправильно сейчас вам объясню почему во-первых смотрите что вот вообще делает у нас аганим на данзы и вообще что у нас делать ультимейт давайте начнем с того что у нас делает ультимейт надо в общем смотрите вот такая вот тема кастуется в этой ауешке у персонажей начинает повышаться армор на первом левеле в 0 75 и во втором в единицу и в 1 25 на третьем то есть идет 24 секунды и каждые 24 секунды у нас на 1 25 армор возрастает то есть представьте мы пробаваемся перед дракой и 24 секунды на нас висит вот этот он повышается армор повышается то есть это круто а все мы знаем что у дазла все спалы кроме креста соответственно наносит дэмэдж от физического как бы урона чем от физического сопротивления вот так не будет правильно сказать от урона чем меньше армора у противника тем сильнее у нас нанесет первый спелл и тем сильнее у нас нанесет третий спал если же мы стоим еще в толпе то вообще-то нереальный дэмэдж в общем не суть ребят вы принципе должны сейчас это узнать и что же давайте перейдем непосредственно гоним что же у нас тут делся increase is armor per second and ауе смотрите как у нас сейчас ауе поднимаем гоним и смотрите какой час ауе плюс что у нас повышается идет также 24 секунды и 175 рейд с 1 секунды добавление армора давайте посмотрим так сколько мы сможем набрать армора смотрите у нас 5 6 армора и так далее что будет повышаться 8 потом 10 до вы перескочила потому что там рейд 1 25 без агонима и сейчас посмотрим сколько мы максимально сможем набрать армора без агонима и с агонимом соответственно ждем 24 секунды и у нас сопротивление растет и растет и растет смотрите вот представьте вот это в драке происходит 30 армора мы набрали пробуем теперь с агонимом пробуем с агонимом сколько же у нас будет набираться армора 30 армора у нас набралось с агонимом и сейчас мы посмотрим сколько у нас армора наберется без вернее с агонимом а до этого без агонима было я уже наверно заговорился потому что я уже пишу два часа эти фишки тема среди уже 32 армора 34 36 37 39 41 41 армор нам добавила то есть ну профитника на самом деле а у ешка у нас большая и представьте просто перед дракой мы пробаваемся или в драке успеваем и на себя и на свою команду и на инеме кинуть и то есть у тех защита ослабевает а у нас повышается это реально круто и хорошая у ешка становится мне очень нравится жаль что нет никакого визуального эффекта это косяк в общем ребят вот такой агонимчик на дазли прикольный поехали на следующий агоним и следующий агоним который мы будем рассматривать это у нас агоним на инвокера ребят на самом деле я снимал гайд как-то на инвокера все мы знаем что делает ему теперь агоним вообще он добавляет у нас по левелу на сферу то есть по левелу на квас в экзорт у нас уже становится не 7 прокачек вот этих способностей давайте мы сейчас просто вот прокачаем часто с него тут нам тут ку-ку-ку нам не надо писать вот смотрите мы прокачали нас сейчас это максимальный левел кваса 7 но с агонимом у нас будет 8 уровень квас она тут не будет показаться но знайте что у вас улучшился улучшился улучшилась ваша сфера и вот такая вот тема плюс что у нас будет давать тут агоним а смотрите у нас уменьшим а на кост то есть у нас моно коста вообще не будет с книжки у нас вот посмотрите на ласт левеле якобы показано моно кост 80 и соответственно у нас еще и улучшится колдаун смотрите колдаун нас становится книжки 2 секунды то есть уже мы сможем отлично и быстро комбинировать наши все способности которые которые мы будем юзать в общем агоним на инвокере на 85 это реальная тема ребят кто не видел гайд на инвокер обязательно смотрите у меня он есть там все досконально про все сплы просто что-то можно делать это просто просто нечто я не знаю и как бы в принципе все касаемо этого персонажа и агонима в общем многие спрашивали как делать бласт в круг это все просто нам нужен level вот это кстати с агонимом дается они с агоним были с агонимом ребят пишите в комментах с агонимом или нет потому что по-моему зависит просто от левела без агонима даже она должно работать должен работать от глаз но если честно я не проверял потому что как правило агоним у меня уже примерно в среднем тайминге на 14 минуте на айкапе игры игры с подписчиками и как бы принципе касаемо агонима на инвокере это все ребят ссылочка на гайд на инвокера будет внизу там вы можете ознакомиться с этим персонажем подробно потому что у него 10 способностей персонаж очень такой знаете ну требует требует скилла я бы так сказал вообще на этом агониме все поехали на следующий агоним и следующий агоним у нас будет агоним на визаж ребят визажа очень мало вижу в играх почему-то его не берут ну если честно я сам не люблю это персонаж на нем тащить игры с подписчиками просто невозможно потому что подписчики душат и соответственно потенциал данного персонажа никак не показать в общем что же у нас будет давать у нас ему агоним как видите написано у нас тут от она за фамильяр то есть знаете что у нас дает сам агоним теперь у нас добавляет одного фамильяра без агонима у нас будет смотрите создадим два фамильяра давайте прокачаем у нас ультимейт в троечку и перекастуем вот такие у нас фамильяры по 154 дэмэджа и 30 хитпоинтов и давайте же возьмем дэмэдж и перекастую появляться нос три фамильяра уже три и по 154 дэмэджа плюсом ну 30 хитпоинтов соответственно с геройской атакой то есть знаете что такое геройская атака ребят разница между дальним боем ближним то есть это уже далеко далеко туда мы залезли куда-то в дебри уже на развитие играем и там мы понимаем какие какие у нас могут быть типы защиты типа уронов то есть это это сильно углубленные это объяснять конечно сейчас не буду и но знайте геройская атака это очень жестко на втором месте у нас идет хаос атака как голем вот и так вот агоним у нас на визаже позволяет нам создавать третьего фамильяра и то есть представьте давайте ну немного пролетимся побьем немного рошана посмотрите какой у нас будет дэмэдж вылетать на рошан то есть у нас по 154 дэмэдж смотрите как они его душит все дэмэдж кончился садим всех дэмэдж обновиться и можно опять также души 3 фамильяра это круто под минус армором под медалькой или под солярой будет очень жестко на самом деле ребят поэтому как бы как бы но это все касаемо этого аганима на этого персонажа в принципе ничего такого нового на 83 все так же и принципе все давайте перейдем к следующему гонит следующий аганим который мы будем рассматривать он в принципе также не поменят на 83 в принципе такой же это аганим на лишь рака давайте посмотрим что у нас будет посмотрите у нас шипы выросли прикольно как будто карапасы прожал но не суть что у нас будет делать он вообще сам аганим давайте посмотрим ребят что у нас тут написано у нас улучшается оказывается ультимейт и на крыс из дэмэдж смотрите 160 дэмэджа на ласт левеле но если мы подбираем становится 220 то есть почти на 100 дэмэджа у нас увеличивается урон увеличится урон самого нашего ультимейта то есть получается 220 дэмэджа в секунду принципе с 83 карт тут ничего не поменяли все работает так же и я очень часто собирал или широко аганим это реально прикольно потому что очень много дэмэджа сразу появляется с ультимейта то есть допустим если мы кружимся в юле там или просто бегаем в бкб то есть пассиве наносится очень много дэмэджа и в принципе такой аганим ничего новое особенно тут нет ребят но надеюсь все равно вам как бы это пойдет эта тема пойдет давайте перейдем к следующему огонь и следующий аганим который мы будем рассматривать это аганим у нас на вич докторе ребят знаю знаю знаем ведь доктор у вас один из самых любим персонажей он у меня тоже и давайте посмотрим что же мы будет давать аганим во первых аганимом дают вот такой красивый эффект сразу можно понять что у вич доктора есть аганим и что же он у нас будет делать давайте посмотрим во первых тут написано attacks my bounce for times то есть появляется у нас 4 цели для атаки то есть уже у нас attacks bounce а bounce это отскоки то есть может отскакивать уже 4 в 4 цели в 4 раза получается 4 цели у нас будет отскакивать ультимейт давайте мы покажем эту тему уже непосредственно на иными без аганима как это у нас будет вот кастуем смотрите атакует одного это на первом левеле у нас на первом левеле видите в принципе ничего такого минус 3 делаем и кастанем давайте вызовем их сюда всех венге идите сюда и кастанем у нас уже непосредственно саганим я думаю эффект виден то есть отскоки отскакивает в четырех четверых персонажей по 4 отскока делает то есть и представьте это только первого левела видели первого левела без аганима вообще ультимейт ничего не наносит а как только мы взяли аганим и ульты нас 1 левел то есть он стал отскакивать хаос дэмэджа в четверых то есть 90 эти дэмэджа превратились просто не в 90 а в уйму дэмэджа и теперь посмотрите у нас 150 на last level и хаос дэмэджа как у големов это 2 то есть 2 уже к самому концу те из типов дэмэджа который может быть вообще в доте то есть это очень жесткий ультимейт ну давайте конечно же как без этого посмотрим все же насколько быстро у нас убьет четверых венг наш ультимейт на последнем лавале с аганимом смотрите куда быстрее до убивает чем с первым левелом то есть вот так вот у нас аганим на вич докторе ребят я думаю все ему собирают аганим потому что это реально крутая вещь и как бы все касаемо этого аганима без аганима нашла с там уровнем у нас аганим так огонь и мультимейт также отскакивает в принципе но по-моему только в три цели по потому что с аганимом у нас только уже четвертая цель появляется но я могу здесь ошибаться потому что на вещдокторе я последний раз играл очень давно где-то наверное полгода год точно ребят если я где-то не прав обязательно поправьте меня в комментариях будет так это вот тема вот это будет правильно в принципе по вещдоктору мы все рассказали поехали на следующий аганим следующий аганим мы будем рассматривать на аппарате ребят что же у нас будет делать аганим на аппарате давайте посмотрим сначала он увеличивает длительность как видите написано смотрите аганим у нас аганим ультимейт у нас вообще идет сколько написано секунд так 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 по времени ничего вообще не написано насколько я помню идет 12 секунд насколько я помню 12 секунд у нас идет ультимейт смотрите frostbite last 80 они 8 секунд 8 секунд и с покупкой аганима становится 17 секунд то есть представьте 17 секунд у нас будет бить ультимейт по противникам вместо 8 до вместо 8 то есть это очень жестко я считаю это очень сильно бустит ульт аппарата посмотрим инициал дэмэдж у нас меняется или нет 250 ты 250 нет инициал дэмэджа у нас не меняется на первом левеле ну и на ласте соответственно тоже не меняется в общем ребят не знаете какую-то ульт работает у аппарата все просто закидывается вот такая вот штука наносит инициал дэмэдж и идет пассивной дэмэдж в течение 17 секунд который наносит 12 полы на дэмэджа перс секунду но тут есть одно но вот ультом аппарата нельзя хилиться будь то мека будь то пассивный регена вообще пофиг то есть и армалет ребят никогда не переключайте армалет под ультом аппарата потому что это очень жестко и ну просто захотите возьмите попробуйте переключать просто так ты 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 сделаете и посмотреть еще будет в общем не суть в общем и как только у нас остается хитпоинтов меньше десяти процентов у нас ваншотит вот такой жесткий ульта аппарата и то есть получается агоним увеличивает нам длительность соответственно больше шансов кого-то убить с ультимейта то есть мы закидываем в драку там начинается файт какой-то допустим там веник ультанул хитпоинты хитпоинты уменьшается и остается меньше десяти процентов и просто ульт аппарата добивает добивает в общем но знаете иногда бывает не добивает знаете почему потому что тот кто последний нанесет the magic то есть если у нас висит висит как это периодичка на противнике наша периодичка и про периодичка противника то есть допустим 11 процентов хитпоинтов остается у противника наносится дэмет же аппарата и уже 10 и 9 и 9 процентов остается наноситься ласс демодж какого-то допустим веномансера и фраг засчитывается веномансер у то есть там вот такая вот тема. Я надеюсь, вы поняли, как это работает. То есть, если не поняли, спрашивайте в комментариях, я обязательно постараюсь ответить. Но, надеюсь, в комментариях не будет так много, чтобы прямо аж меня там завалили и засыпали. В общем, ребят, вот такой вот агоним на аппарате, и он обязательно нужен. Жаль, нет никаких эффектов. К сожалению. Был бы такой эффект, вы знаете, он такой более синий становился, но не суть. Это чисто мои привилегии, как бы говорю, я на болевшем. Ребят, в общем, поехали на следующий и на последний агоним. Что ж, ребят, я тут посмотрел, а последнего агонима то, в принципе, нету больше. Мы посмотрели всех персонажей. На 85-й карте только несколько магов были подвержены у нас изменениям, к сожалению. И, в общем-то, вот этот выпуск, огромный выпуск, ребят, который я просто, вот я сейчас смотрю, я записываю уже 2 часа. Я не знаю, сколько я его буду монтировать, но монтировать буду примерно столько же. И, ребят, я надеюсь, вам этот видеоролик зайдет так же, как и прошлые видеоролики. И давайте попробуем, ребят, попробуем набрать одну тысячу лайков. Вот реле, одну тысячу лайков, как я говорил уже в начале. Я думаю, для вас это не составит труда, потому что вы меньше, чем за сутки, набрали 500 и выше. То есть, ребят, давайте попробуем набрать одну тысячу лайков. И я сделаю обзор на все предметы 85-й карты. Зачем они? Как они нужны? Как их собирать? Для кого их собирать лучше? И что вообще эти предметы делают? Я досконально объясню всю механику этих предметов. Октарина, лотоса, просто посмотри, Silver Age, там, Glimmer Cape, там, Moon Shard и просто Солара. Ребят, все зависит от вас. И я надеюсь на вашу поддержку. Поэтому, ребят, спасибо за просмотр. И давайте попробуем все же это сделать. Обязательно ставьте лайки. И те, кто не подписан, подписывайтесь. У меня все. Всем хорошее настроение. И главное, ребят, не болейте. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok